56-й год, и я приглашена к Леониду Давыдовичу. Но когда я прочитала сценарий, я загрустила. Потому что уже две картины – это большая и физическая, и психологическая нагрузка, а ещё и третья, но она оказалась очень похожа по характеру героини и то, что с ней происходит в этой жизни. Ну, только разные, ну, как бы сказать, разные профессии, в которых она должна участвовать. Там в фильме «Доброе утро» я была водитель огромного самосвала, приехала на стройку. А здесь я, значит, прямо со школьной скамьи работала на заводе лаборанткой, но за своим возлюбленным должна была укатить за Урал, бросить Ленинград и уехать за Урал. Ну, я прочитала это всё, думаю, боже мой, опять какая-то неудачная любовь, он любит другую. Вот. И я приехала с мыслью, в общем, отказаться. Ну, когда я произнесла эту фразу, я поняла, что я лечу в какую-то такую пропасть, потому что Леонид Давыдович Луков – это была такая, знаете, очень живописная фигура, огромный. Он был похож на огромного льва. Вот с кем бы я его сравнила, это со львом. Огромная голова сидела за огромным дубовым столом. У него отдельный был, так сказать, кабинет, где он принимал, так сказать, актёров, вёл с ними переговоры, беседы, не переговоры, а беседы. И, конечно, все, разинув рот, его слушали. И вдруг я, которая только ещё выскочила из гнезда, альма-матер, закон-матер, закончив в гиг, вдруг оказалась на съёмочной площадке, да ещё у такого магикана. Ну, конечно, то, что произошло на моих глазах, это описать очень трудно. И вдруг раздался такой грозный клич, как рявкнул Леонид Давыдович. Полина! Помощник режиссёра. Замечательная женщина. Потом мы ещё были, ещё в одной картине все вместе встретились. И Полина Евсевна влетела, и вдруг Леонид Давыдович, чуть ли не грохнув по столу кулаком, сказал, ты кого мне привела? У меня сердце оборвалось. Думаю, ничего себе! Я только увидела, как бедная Полина Евсевна, знаете, она стала врастать в стенку. Но всё кончилось тем, что распахнулась дверь и появился на пороге в образе уже Стёпки Огурцова, того человека, в которого я была влюблена, а он был влюблён совсем в другую, которую должна была играть раскрасавица Татьяна Пелецкая. Мы как два талисмана потом были у Леонида Давыдовича Лукова, Татьяны Конькова, Татьяны Пелецкая. Две актрисы. Он и следующую картину потом снимал с нами, но возвращаясь к тому, что было. Когда влетел, значит, чубатый, зубастый, белоснежный зуб, улыбка до ушей, сверкающий глаза, весь замусоленный в какой-то рове. Ну, вот просто точно, вот он из этого самого стали литейного цеха появился, весь в какой-то там пыли этой чёрной, под глазами у него как будто въелась эта пыль там чёрная. Короче говоря, распахивает он объятия мне навстречу и говорит, «О, Соня!» Я торопела, сижу, не шевелясь, потому что только что была такая жуткая картина, расправа, в общем, должна была последовать. И когда не тот меня назвал Соней, Леонид Давыдович вдруг каким-то странным, плаксивым голосом говорит, «А она не хочет сниматься в этой роли». Ни в какой другой, но она не хочет сниматься в этой картине. Жор на меня так посмотрел странно. Потом на Леонид Давыдовича. Я говорю, «Да чего вы её слушаете? Давайте репетировать, а завтра будем сниматься». В общем, Леонид Давыдович говорит, «Ну, я не знаю, что мне делать». Она отказывается. Я говорю, «Ну, вы хоть эту сцену почитайте, какую вы хотите сцену завтра снимать?» Он начинает читать, и, о, Боже, вдруг я понимаю, что я сделала такую роковую ошибку, которая мне показалась чудовищной. Слёзы брызнули у меня из глаз. Леонид Давыдович так, так сердечно прочитал эту сцену, где участвовала Соня. Такие слова, как он произносил, даже слёзы у него мелькнули на глазах. Я тоже заревела. Я говорю, «Ну, конечно, вы теперь меня снимать не будете». Мне безумно понравилось. Вы знаете, так было легко с Леонидом Давыдовичем на съёмочной площадке. Он так интересно объяснял то, чего он хочет увидеть на экране, что просто не было никакого терпения, скорее, хотелось это сыграть. Вот такое было желание, и такая была радостная атмосфера на площадке. Вот праздник, праздник души был. И картина получилась такая, такая своевременная, и, в общем-то, она жанровая картина. Она о жизни, о жизни людей, о их характерах, о их поступках, современники наши. Но там была заложена одна, так сказать, бомба, которая потом, когда вышел на экраны фильм, она взорвалась. все писали о том, что Леонид Давыдович Луков вывел на экран комсомолку, красавицу, умницу, но изменяющую своему мужу. Это было тогда шоком для всех. Я никогда не забуду, как в политехническом, потом еще в каком-то государственном студенческом учреждении, значит, в университете. Я уже не помню, где и что, но там были такие дискуссии. И, конечно же, все были в восторге от Сони Орловой, от той роли, которую я не хотела играть. Так что это у меня запечатлелось на всю оставшуюся жизнь.